Светлана Кудрявцева Их не печатали в каждом номере, и, как правило, было не более трех-четырех объявлений в одном номере. Узнать об этом подробнее можно на лекции, которая в эту субботу пройдет в музее Рязанова «Ищу тебя» – любовные объявления в дореволюционной периодике Самары. Начало в 16.30. Для тех, кто хочет отдохнуть более активно, в субботу пройдут литературные прогулки по Самаре «Ильин день». Экскурсию проведет журналист-краевед, доктор филологических наук Михаил Перепелкин. Встреча в 19 часов в библиотеке Крупской. Оттуда гости пойдут по Ильинской и другим улицам, останавливаясь, любуясь и узнавая что-то новое о своем городе. Обещают, путешествуя на Ильинскую площадь и в Театр Паноптику. Будущий автор аэлиты и гиперболоида инженера Гарина Алексей Толстой с 1898 по 1901 год учился в Самарском реальном училище. В конце 19 века здание училища находилось на улице Казанской. Сегодня эта улица носит имя самого Алексея Толстого. Самарский литературный музей в эту субботу приглашает всех желающих на прогулку по бывшей улице Казанской. Какие места здесь сохранили память о Толстом и его семье и что помнит эта улица о Керенском и Масонах. Все это можно узнать на пешеходной экскурсии «Начало» на Алексея Толстого 3 в 16 часов. С 28 по 30 июля одновременно в Пензе, Самаре и Ульяновске проходит большой антистресс-фестиваль под названием «Кошкин джаз». Кошкин джаз – это первое в истории событие, которое связывает в единое культурное пространство три города Центральной России. В каждом прозвучит музыка, в аранжировке которой кошачье мурчание. В субботу и воскресенье на открытой сцене на Маяковском спуске возле бассейна ЦСКА ВВС с 12 до 18 часов будут играть команды из Самары, Пензы и Ульяновска, а также пройдут лекции о музыке и кошках. Вход свободный. В августе в Самаре пройдет уникальный хакатон «Креатив на Волге». Но уже сейчас участники могут подавать заявки, принимать их будут до 4 августа. Участники должны будут за короткое время разработать решение бизнес-кейса или другой комплексной задачи. 25 команд будут работать в одном из пяти направлений – туризм, сувениры, образование, IT, комьюнити, резидентов, креативных кластеров. Командные соревнования пройдут на площадке станка завода 19 и 20 августа, поэтому есть время собрать команду и подготовиться. На этом я с вами прощаюсь. Ярких и жарких вам выходных!